Вот, она проговорила. Так, еще раз всем доброе утро. Спасибо, что нашли время, подсоединились к нашему мероприятию. Сегодня у нас в гостях группа AX Portal в лице Дмитрия Миронова и группа, которая занимается продажей сторожа из IBM. Так как у нас конференция традиционно, power-конференция, сегодня мы приглашаем наших гостей. Что у нас сегодня будет? Значит, во-первых, вы можете пользоваться общим чатом, давать свои комментарии по ходу разговора, по ходу обсуждения. Мы потом в конце их озвучим. Либо даже, может быть, если будет срочный вопрос, я просто попробую прервать докладчика. Также у нас есть Q&A. Честно говоря, я не знаю, где удобнее. Давайте попробуем в чатах чатиться. Значит, и то, и другое мы потом сможем просмотреть и ответить на вопросы. Тогда у меня все. И мероприятие продлится где-то около часа. Вот так вот. Спасибо. Так, Дмитрий, передаю поправление. Пожалуйста, вперед. Спасибо. Нормально слышно? Отлично. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Миронов. Я сегодня представляю независимое сообщество IT-профессионалов. Тайк-портал. Напомню, кто мы такие. Лет уже, увы, 13, не ошибаюсь. Мы подумали, что хорошо бы организовать некую онлайн тусовку, который каждый человек, который интересуется технологиями Power Systems, мог бы задать интересующий вопрос, получить ответ, получить какие-то знания. И в результате, чтобы эти ресурсы использовались эффективно, чтобы они не вылетали в трубу, чтобы люди использовали правильные, хорошие технологии. Минут 10, наверное, подумали и решили. А давай-ка устроим такую вещь. Назайм-портал. С тех пор мы несем свет, знания Power Systems всем, кто этого хочет. Наши правила очень простые. Достаточно интересоваться IT-технологиями, быть на любом уровне знаний. У вас должно быть желание получать новые знания. Крайне желательно, чтобы вы хотели чем-то поделиться своим, с другими. И мы себя позиционируем не как российское сообщество, а как русскоязычное сообщество. То есть там все равно, из какой вы страны. Главное, если вы можете этот текст прочитать, потому что наш основной язык общения русский, то вы можете считать себя членами нашего сообщества. В общем-то, очень все. Четыре года назад мы объединились с международным IT-сообществом, и мы полноправленные члены Common Europe – это Европейская Ассоциация Групп Пользователей по Power Systems. Мы проводим семинары и в Россию приглашаем иностранных спикеров. И наши участники были на международных конференциях. Так что, в елком, ни на каких еще языках это там говорят, добро пожаловать. Мне на самом деле очень не хватает ваших лиц, поэтому я сделал несколько вот таких фотографий здесь. Они вот, да, вот, не совсем лица, но я уверен, что вы устроились поудобнее. Слушайте, выключили свои мобильные телефоны. И вот реально очень не хватает, тяжело говорить с пустым экраном, но я постараюсь, чтобы вам было интересно. Для начала немножко пофантазируем. Конечно, тем сейчас может быть не очень актуально, но все устаканится, я в этом уверен. Наступит счастье во всем мире, все начнут использовать правильные технологии, все будет вообще везде хорошо, и инфраструктура будет очень эффективной, поэтому вообще у каждого сисадмина будет минимум по два автомобиля, в этом уверен. Вообще таких классных, хороших. Один быстрый, второй реалитетный. Но проблем все равно останется. Один человек одновременно на двух машинах кататься не может. Ну, никак, вот, как бы он ни старался. Если он не Жан-Плот Ван Дантом на двух грузовиках, никак. И ему хотелось бы сэкономить. Потому что машине, за машину нужно платить. За ее обслуживание, за ее страховку. А она сама по себе денег стоит. Вот как можно оптимизировать расходы? А что в машине дорогое? Например, мотор. Вот что если бы, вот, если у вас автомобиль, на одном вы по городу ездите, а на другом за город. И вы можете вот так вот раз и мотор переставлять оттуда сюда, оттуда сюда. И владеть только за один движок. Или кто-то, вот, ваш ребенок сказал, а я вот уже взрослый, я вот хочу себе право получать, не надо машинку, вот, потренироваться, поездить. Вы взяли, мы так вот отстегнули. Ну, вот тебе 30 лошадей для начала. Катайся, там. Если все будет хорошо, еще добавлю пяток. И все вы это делаете, вот, не сходя за свое место, прямо во время езды. Вот просто вы едете по трассе. Вот раз, у себя 30 лошадей отрубили. Потом раз, еще 50 добавили. А платить только за один двигатель. Шикарно. Поскольку мы первое межгалактическое IT-сообщество, то мы всегда верим в космические перспективы. Но сейчас этого пока нет. И мы вернемся к более приземленным вещам, таким как IT-инфраструктура. Все это приближает, это светлое будущее, как вы понимаете. Инфраструктура станет эффективнее. Нам всем будет гораздо лучше. Как обычно выглядит инфраструктура? Есть основной комплекс. На нем крутится ваш бизнес. Он загружен. И резервный комплекс, который вы используете на случай, если с основным что-то случится. Или хотя бы случится плановое техобслуживание они используются, которые просто греют в мусор. А денег вы за них платите столько же, сколько и за тех, которые сейчас в бою. И вот если тратить деньги на боевые ресурсы, ну, конечно, тоже тратить всегда жалко. Ну, понятно, потому что эти ресурсы приносят нам какую-то выгоду. Нам или всему человечеству. Но работают. А резервные? Вроде бы они не нужны. Да, мы понимаем, конечно, что они потребуются, в случае чего это наша соломка, которую мы себе подстелили. Но все-таки хотелось бы сэкономить. Как это сделать? Как вариант перемещать те самые моторы, то есть процессорные ресурсы, между аппаратными комплексами, между основным и резервным. IBM давно работает над телепортацией. Уже добился предыдущих успехов. А сколько я помню, обещал лет 20 назад, обещал, что будет лет через 70. То есть ждать еще лет 50. Когда-нибудь это случится. Но пока что у нас есть другая технология, которая называется Power Enterprise. Как она работает? Как я уже сказал, многие из вас знают, достаточно большая составляющая стоимости сервера Power это процессор. У меня камера заклеена, у меня в руке как раз процессор, которым я трясу. Power Enterprise. При этом стоимость процессора состоит из двух частей. Первая часть – это сам по себе процессорный модуль. Железо, который стоит в сервер. А вторая часть – это активация процессора. Говоря простыми словами, это право использования этого самого ядра. можно поставить сервер с 40 ядрами на борту, в железе, активировать из них только 15 и заплатить за активацию только 15, поддержку платить за только 15 активных ядер. А потом по мере необходимости докупать и активировать 1, 2, 4 и так далее ядер. Не выключая сервер. Это удобно. Это известная технология называется КП Стюн Диман. Аналогично с памятью. А вот на серверах современных уровней Enterprise эти самые активации можно сделать мобильным. Активации процессоров и активации памяти. У меня дольше в примерах везде будут только процессоры, но с памятью тоже самое. Если статичная, классическая активация, она жестко привязана к данному конкретному серверу, вот к конкретному серийному номеру, то мобильная активация может быть перемещена между аппаратными серверами. Причем между разными. Например, три железки черными мы видим те ядра, которые установлены, но не активны. Так называемый Arc Activation, не ошибаюсь. Рыжие, статичные, которые жестко привязаны к системе. И синенькие, это мобильные. И мы видим, что система А и Ц сейчас простаивают, а на системе Б пошел какой-то ИК, может какая-то рекламная компания у нас, или еще что-нибудь, или внезапно конец года наступил, и все полезли к нам на сайт. И нам начинает не хватать наших ресурсов. Что мы делаем? А берем и перемещаем эти самые активации Система А и Система А и Система Ц на Систему Б. И обрабатываем пиковую нагрузку. Причем все это делается буквально за то время, пока я говорю, это можно было бы. Обработали год закончился. Вернули назад. Power Enterprise Plus можно использовать для обработки пиковых нагрузок. Можно для нагрузочных тестирований. Вы можете перемещать все эти ядра между вашим промышленным и тестовым комплексом. И, конечно, он шикарно подходит для таких случаев, как плановые работы, как реакция на аварии. Он интегрируется с PowerVachey. То есть, кластер PowerVachey может автоматом перекидывать эти самые активации между аппаратами серверами. И очень часто это совместимо с правилами лицензирования программного обеспечения. Но здесь надо, конечно, каждый раз уточнять у вендора. Я не буду сейчас никаких конкретных примеров приводить. Это уже с вендором. Можно ли отлицензировать только те ядра, которые сейчас активны на машине? Можно ли сэкономить на лицензиях? Очень часто, не называя конкретных таких продуктов, это сделать можно. Прекрасно Enterprise Pool работают с шайд-процессором пулами. Опять же, для того, чтобы сэкономить на лицензии. С как я уже говорил, с PowerVachey. Есть определенные ограничения. Я к ним еще вернусь. Даже если сначала вы взяли статические активации, их можно потом конвертировать в мобиль. И по факту, каждая мобильная активация все равно имеет привязку к конкретному серверу. То есть, вы не можете просто взять два аппаратных сервера Power Systems на каждом по 10 статичных активаций и еще по 30 ядер неактивно, а потом отдельно купить какой-то мешочек с мобильными активаций. Нет, по факту, мобильная активация все равно покупается на конкретной аппаратной сервере. Только что использовать вы ее можете в пулле. Как конфигурировать пул? На эту тему есть очень коротенький, очень простой white paper. Делается это минут за 10-20. Сайт IBM загружается XML-файл и он вливается в HMC через wizard. Убили еще мобильных активаций, зашли на сайт IBM, примерно как к опасти он демонт, только немножко другая суть. Зашли на сайт IBM, вбили свой серийный номер, получили новую версию XML-файла, загрузили в HMC, пожалуйста, работайте. Это все на этом. Нам всегда хочется больше. Больше, больше, больше. И на тему у меня есть пара примеров. Пример первый. Две машинки. Сервер раз, сервер два. Я старался подсветить, потому что я не могу как-то указкой куда-то тыкать, могу, но это не увидеть. На первом сервере у нас свободно на целое тридесятых ядра. На втором сервере что-то есть, два с половиной, но нам все равно не хватает, нам нужно еще, и мы хотим с сервера один на сервер два переместить два ядра через Enterprise Pool. Видим, что пул у нас есть. Сейчас на одной машинке 41 ядро, на второй машинке 17 мобильных. Нажимаем кнопочку edit, меняем 17 на 15 и убираем два ядра. Свободно это было только 1,3 однако у нас это получилось. Мы сняли с машины два ядра. Перемещение в Enterprise Pool это всегда снять с одной машины, потом дать другую машину. Нельзя напрямую переместить. Система дала нам это сделать, но вы видите справа вверху я ввел compliance status. Система нам говорит, что вы скоро начнете не соответствовать требованиям, чтобы в долг взяли ресурсы и справа внизу unreturned невозвращенные. Видите, что вы взяли в долг одно ядро. Потому что было 1,3 перемещать можно только целое число. Вы взяли два, получается минус ядро. у нас это получилось. Мы сняли ресурсы. Нам система говорит, сколько времени у нас осталось. У нас 48 часов на то, чтобы ресурсы вернуть. И мы даем второму серверу. Эдит сейф. три скриншота подряд. Сначала у нас было на первом сервере 1,3 на втором 2,5 на первом осталось 0,3 мы забрали одно и еще одно взяли в долг. Добавили эти два ядра второму серверу и у у нас получилось плюс ядра на 48 часов. Это законно. Я вот кстати долго смотрел потом на этот спириншот и думал, что же здесь не так. Я увидел, что количество ядер на двух машин все равно осталось одинаковым. Вот это не количество в новой HMC показывает не количество активных ядер в системе, а количество ядер, которые выданы L-пару. 69,5 это сколько выдан L-пару. L-пару я не выдавал L-пару. Скажем, они будут использоваться в L-кэпт-моле. Но можно отдать L-пару. Это отдельно надо сделать через L-пару L-пару. ресурсы потом нужно вернуть. Насколько я знаю, даже когда закончится 48 часов, система принудительно не отберет у вас ядро. Она не будет отгрызать активации от работающих L-паров, она не будет выключать в систему. Но она будет ругаться журнал. Правовые последствия этого же уважаемого вендора. Как вернуть обратно? Например, переместить назад или высылать какие-то ресурсы на первом сервере. Ведь у нас там 46 ядер в работе 0,3 свободно освободите еще 0,7 только вы DL-пар операции уменьшите ресурсы у какого-то DL-пара эти ресурсы автоматом у вас исчезнут из списка available. То есть система это увидит и заберет у вас. О, или активируйте что-то еще. Если вам действительно не хватает, вам нужны дополнительные ресурсы, у вас есть двое суток. вариант используете capacity on demand, который темпуар на выбор. А что же делать, если один из комплексов недоступен совсем? Мы, конечно, верим в надежность отказа устойчивости power systems. Допустим, что-то случилось с электропитанием или сетью или чем-то еще. Погода плохая и он недоступен. Этот вопрос часто задают и у меня есть на него ответ. Посмотрим. Сервер 1, сервер 2. Все это реальные скриншоты. Сервер 1 исчез с радаров. Снова коннекшен. Его нет. Сервер 2 есть какие-то свободные ресурсы, но нам их не хватает. Нам нужно еще процессорная мощность. Идем туда же в графический интерфейс HMC. Enterprise Pulse. Сервер 1 едет. В этом примере мы не хотим снять все 14 ядер. Нам достаточно 4-х. Ну и честные люди. Пытаемся. 14-4 10. И это у нас не получается. Потому что сервер недоступен HMC не может с ним связаться. Сказал бы, все, можно заканчивать, но у меня еще есть время. Поэтому на самом деле это не все. На самом деле это можно сделать. Там, где гуй-ни-гуй, там у нас клик. Клик всегда побеждали. Через командный интерфейс HMC в режиме force, вы можете снять активации с недоступного сервера. Это задокументированная официальная команда, которой можно пользоваться. Но в режиме force вы можете снять с недоступного сервера только все ядра. и в этом примере мелко, но здесь в примере написано, что мы снимаем сервер один все 14 ядер. Идем обратно в гуй. У нас это получилось. Возвращаясь к командной строке, вы видите, что что есть в HMC гуи, есть и в HMC и вы в принципе можете использовать пару Enterprise Pulse через командную строку HMC. Вам не обязательно ходить в графический интерфейс. Ну и сняли ядра. Отлично. Они все в состоянии on return невозвращенный. Нам не жалко так эту встречу. Мы видим такое же предупреждение о том, что 14 ядер не возвращено. Это записывается в журнал сервисного процессора. Переинсталировать HMC бесполезно. Это фиксируется. За 48 часов мы должны как-то исправить ситуацию. Мы не обязаны все снятые с первого сервера ядра отдавать на второй сервер. Можно отдать только часть. А в поле у нас может быть не два сервера, 3 7. Мы можем перераспределить эти ядра между оставшимися серверами. Поэтому они обязательны все. Можно их просто оставить в загашнике. Мы переместили. по-прежнему первый сервер недоступен. На втором сервере мы видим эти активации. Мы можем их оставить в просто пуле ядер. Я имею ввиду уже шеет процессор пул, а не интерпрайз процессор. мы можем их явно отдать каким-то л-парам в режиме дикейтед, в режиме шеет, как угодно. Конечно, эта технология никак не перевязана к операционной системе, поэтому совершенно все равно, что у вас стоит вл-паре. AX, IBMI, Linux, неважно. Она про это вообще не знает. И, конечно же, возвращаясь к лицензиям, лицензия на операционную систему тоже переходит с одного сервера на другую. Если мы говорим про официально поддерживаемые операционные системы. Могут выскакивать какие-то контрольные сообщения, но с точки зрения законности этой операции лицензия переходит. Пока все это говорил, погода исправилась, солнышко вышло или за дочь, доступ к серверу восстановился. Как только HMSI увидит сервер, она попытается исправить ситуацию, вернуть ядра, отнимать она не будет. Если у нее не получится, вы должны руками переместить ядра. обратно. Я не вижу ваших вопросов, я вот чат сейчас не вижу, но если вы что-то там хотите спросить, то, конечно, я потом чат открою и на все ваши вопросы с удовольствием рассказывали. Дима, рассказывай спокойно, в чате ничего нет. Ах, вот как тогда это я не спокойно рассказываю. Шутка. Так, мобильные активации существуют для процессорных ядер и для гигабайт фармики. Кван это одно ядро или 1 гигабайт. Цена активации, конечно, выше, чем статичных. Можно сразу купить мобильные активации, можно конвертировать статичные в мобильные. В одном пуле может быть несколько аппаратных комплексов. Процессоры это может быть сразу тактовой частотой. И это даже одновременно могут быть Power9, Power8 и Power7. все равно есть ограничения, текстом все написано. Подробнее документации. Есть еще одно интересное ограничение. Серверы, которые находятся в одном Enterprise Pool должны находиться в одной стране. Скорее всего это связано с какими-нибудь возможными ограничениями на экспорт. что получается если вы перемещаете ядро сервера один который находится в одной стране на сервер 2 в другой стране то может быть как-то формально вы экспортируете ценный ресурс оттуда сюда а там импортируете наверное вопрос сразу технически а как определяется одна страна я сейчас расскажу давай спасибо очень технический вопрос на каком языке вы общаетесь с операционной системой на русском значит в одной стране и я однажды разговаривал с моими коллегами из одного очень небольшого но очень важного региона где-то бывают очень-очень ценные ресурсы полезные ископаемые жидкие они сказали знаете вот нам это ограничение да не сказали айбеймер нам эти ограничения очень-очень не нравятся мы не можем интерпрайс полу использовать потому что у нас ресурсы эти очень ценные а регион у нас не очень стабильен у нас по правилам хайвелабель дезатор рекавери резервный должен быть на расстоянии как минимум 100 километров от основного понимаете в чем беда 100 километров не вопрос хоть тысяча знаете но у нас через 100 километров наступает другая страна маленький регион формальный ответ такие ограничения если вопрос был технический то технически система не может проверить насколько я знаю в аппаратных серверах нет gps датчиков и аппаратный сервер не может проверить в каком физическом месте он стоит я ответил на вопрос дима это сложно сказать ну давай так мы поднимаем мягко выражаясь в россии и мягко выражаясь в верхней вольте один тот же vpn все живут в доме тот же vpn это одна страна или как и живем в одном формально вам не могут продать вам когда продают серверы то продают их конкретному заказчику да 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 заказчик он в какой-то стране да также это серверы уровня enterprise они насколько я помню ставятся исключительно сотрудниками IBM да вводятся в эксплуатацию да и я не бендор я не но вопрос формально формально это продается в одну страну формально дима я понял я понял все дальше формальности все формально два сервера должны быть зарегистрированы на одну страну но они находятся в одной и той же сетке и будем говорить развезены неизвестно куда антарктиду и на северный полюс это все равно одна и та же страна вот это не ко мне это мы просто эксплуатации Леша они должны быть зарегистрированы на одного заказчика на одного заказчика я просто вот и говорю что то есть формальная регистрация на одной в одну страну все все дальше закрываю один кастомир и все спасибо за вопрос еще раз это прекрасно интегрируется с Power Ech с шейн процессор кулус с лиф партишин мобиль время у меня ограничено не буду про это рассказывать напомню только для чего все это а для того чтобы переместить тот самый мотор между несколькими автомобилями на H2 и снизить общую стоимость владения нашей инфраструктурой работает шикарно поскольку у нас онлайн вебинар онлайн обучение поэтому вам тем онлайн домашняя задание васи с админа в двух разных организаций у них идентичная нагрузка они используют конфигурацию актив стендбай но в одном случае используются серверы которые не поддерживают Power Enterprise меньше начальная стоимость покупки вроде бы ниже в другом случае используется сервер с Power Enterprise посчитайте если вы бизнес-партнер у вас есть конфигуратор вы можете посчитать сами если вы заказчик можете спросить бизнес-партнер чтобы вам дали лист прайс сравните и подумайте насколько технология может быть интересна завершение традиционное предупреждение но one size fits all не бывает универсальных решений и технология Power Enterprise Plus всем конечно же не подойдет картинки мы видим один и тот же костюм одинаковый костюм на нескольких разных комплекций кому-то он походит а кому-то то же самое и с пулами да и с тобой другую технологию спасибо за внимание я очень рад этой возможности поделиться с вами своим опытом я благодарю за предоставленную площадку вас всех приглашаю на наше сообщество на наши сайты айс портал у нас есть сайт основой нашего гнезда для социального общения это фейсбук новости транслируются в twitter но присоединяйтесь честно скажу там немного у нас есть youtube канал на котором мы выкладываем интересные а надеюсь что интересные видео в принципе мы даже вконтакте есть но честно там нет ничего поэтому кваркот день будем рады вас видеть вчера спасибо посмотрю чат с вами был полный зал полный зал ребята а что у нас по чату практически уложился с учетом потраченного времени на продвижение комьюнити x-портал ты даже был совсем в том графике который мы договаривались так а это алексей там да да начинай шарить а что там если надо будет починить как сервис а починить это скорее всего вот я вижу вопросы в чате а если надо будет починить как раз про разные страны формально мы же соблюдаем все требования поэтому всегда требования соблюдаем а как ну как починить есть там нет магазины давайте не будем говорить входя у меня есть ядро кристалл пауэрди если что но я не отдам хорошо дим ну вот спасибо мы тогда перенесем все это еще может быть еще в офлайн или потом посоедимся так давайте вопрос в офлайне еще раз спасибо всем пока пока у нас сегодня вторая тема мы решили мы решили одного большого медведя порезать на два маленьких медвежонка вторая тема у нас посвящена она немножко на контрасте посвящена системам хранения дело в том что обсуждая технологии пауэр мы надо или даже часто или практически всегда забываем говорить о том что а где же нам хранить данные и очень многие мои коллеги которые занимаются технологиями пауэр на самом деле находятся далеко позади понимания того а что же у нас происходит сейчас со сторожем со системой хранения особенно в IBM поэтому я просил нашего коллегу из системы сторожа сделать нам краткий обзор самых современных систем которые продает IBM на сегодняшний день Кирилл прошу всем доброе утро хотел поблагодарить организаторов за то что пригласили в ваши такие теплые ламповые конференции постараюсь сохранить ту же атмосферу немножко сегодня расскажу про наши системы хранения меня зовут Кирилл Грустев я технический специалист команды по продажам систем хранения и сегодня расскажу вам про некоторые обновления которые у нас появились в этом году и почему они помогают работать быстрее экономичнее и надежнее как заметил Дмитрий универсальных решений не бывает и действительно IBM зачастую придерживается такой политики поэтому для разных задач для разных типов данных будь то базы данных структурированные или какие-то дата лейки у нас используются разные подходы к решению этих задач для классических баз данных для средств виртуализации используются исключительно блочные системы которые заточены именно для работы со структурированными данными для файловых или объектных данных у нас используются другие системы помимо этого есть широкий набор программного обеспечения который тоже помогает работать с данными это и система резервного копирования архивирования мониторинга состояния инфраструктуры управления контейнерами виртуальными машинами и много чего еще но сегодня мы говорим именно о классическом классических системах хранения о блочных системах и у нас в этом году появилась линейка ну точнее появилась она уже давно но в этом году появилось обновление линейки флэш-систем которая базируется на спектром виртуалайз которая разрабатывает в свою очередь с 2003 года и тогда оно было ядром сен волюм контроллера виртуализатора систем хранения данных помимо нашего лозунга быстрее экономичнее надежнее хотел бы добавить еще один термин проще как говорил один знаменитый ученый все нужно упрощать до предела но не более того и как же эта фраза сочетается с нашей сегодняшней темой если сейчас посмотреть на рынок систем хранения то у многих вендоров есть не одна а несколько линеек с хд которые друг на другу очень сильно похожи и зачастую даже сами вендоры и партнеры не знают как их дифференцировать то есть у них между линейками с хд возникает внутренняя конкуренция чтобы такого избежать чтобы когда вы приходили смотреть наши с хд у вас не разбегались глаза какую же линейку выбрать мы все упростили до одной линейки теперь у нас все блочные с хд и midrange уровни называются flash system какое преимущество того что это все flash system у них у всех установлена одинаковая платформа по это spectrum virtualize она обладает одними и теми же функциональными возможностями по крайней мере базовыми на нее всегда выходят одновременно обновления будь то самые старшие системы или младшие вам не нужно переучиваться с одного интерфейса на другой вы всегда знаете как с этими системами обращаться на всей этой линейке доступны такие базовые вещи как трехсайтовая репликация снимки easy tiering то есть это перемещение данных между различными уровнями хранения миграция данных с внешних систем и на них помимо этого кроме младшей системы на всех остальных системах доступны дедупликации компрессии их можно кластеризовать и получить из одной не очень большой системы большую кластеризованную которая будет мощнее более расширяемая в ней будет больше дисков больше процессорных ресурсов можно эту кластеризацию использовать для так называемого метрокластера что еще больше повышает надежность системы если одна из двух систем упадет то у вас вторая автоматически переключит на себя всю нагрузку и продолжит работать и у старших систем у нас доступны NVMe диски которые работают быстрее классических SAS и в этой конфигурации у вас получается end-to-end NVMe то есть и диски подключаются по NVMe протоколу и сервера подключаются по NVMe то есть максимальная скорость работы и помимо этого в NVMe дисках у нас есть два уникальных две уникальных особенности которых на данный момент нет ни у кого из наших конкурентов это в FlashCore модуле о них подробнее сегодня расскажу это уникальная технология она очень интересная именно она позволяет нашим системам быть быстрее эффективнее и надежнее и это Storage Class Memory который на самом деле уже много у кого используется но в основном он используется для расширения SSD кэша у нас Storage Class Memory можно использовать как полноценный пул хранения или как один из уровней в тиринге помимо этого системы начиная с 5100 могут виртуализовать внешние системы хранения и полноценно использовать их емкость наравне со своей внутренней то есть и компрессия и дупликация репликация снэпшоты все что угодно вы это можете использовать на емкости внешних систем которые подключены к нашим Flash систем но вы спросите вот у нас осталась только линейка Flash System многие наверное знакомы с нашими SHD Storewise что же делать пользователям Storewise правильно наслаждаться правильно сделанным выбором потому что IBM поддерживает преемственность поколений и старая система вы можете кластеризовать с новыми то есть например Storewise 7000 начиная со второго поколения может кластеризоваться из Flash System 7200 9100 9200 и то же самое для более младших моделей более того полки расширения с SAS дисками от новых моделей от Flash System подходят и к старым Storewise если у вас уже Storewise стоит и вы хотите в него докупить дисков вы можете использовать полку от Flash System в данном случае это сохранение инвестиций и преемственность поколений и перейдем к как раз тому что же делает Flash System быстрее экономичнее и надежнее это именно диски которые в них устанавливаются обычными SAS SSD дисками наверное никого не удивишь потому что они используются абсолютно во всех системах на рынке это Enterprise SSD с известными характеристиками есть не так много производителей этих SSD дисков то есть на всем рынке плюс-минус одни и те же диски используются у них нет никаких уникальных особенностей в Flash System можно установить NVMe SSD и сейчас пока не так много других систем хранения в которых устанавливаются NVMe диски но они также производятся ограниченным количеством производителей и их характеристики тоже всем известны и все они одинаковые независимо от того в какую систему хранения устанавливаются но они быстрее чем SAS SSD диски за счет подключения по PCI шине за счет использования NVMe протокола в них обеспечивается лучший параллелизм ввода-вывода и самое интересное это Flash Core модули которые используются только во Flash системах начиная с 5100 в них используется помимо основной NAND памяти еще и магниторезистивная память которая является неким кэшом в них установлен процессор занимающийся аппаратным сжатием данных защитой данных и можно сказать что Flash Core модуль это такая маленькая SHD внутри большой Flash системы и помимо этого у нас доступны Storage Class Memory SSD диски на технологии Uptan или ZSSD которые обеспечивают минимальные задержки особенно на запись но из-за того что они не очень большого размера наверное их выгодно использовать в тиринге то есть SCN диски сейчас занимают то место которое занимали SSD лет 5-8 назад это очень быстрая память которой не очень много поэтому на нее можно либо складывать какие-нибудь небольшие но гордые требовательные базы данных либо использовать кирин здесь небольшая табличка которая показывает насколько разные типы памяти быстрые и надежные и как видим NAND память которая используется в SSD дисках самая медленная и самая ненадежная SCN чуть побыстрее чуть понадежнее 3D X-Point и остальные типы памяти это как раз Storage Class Memory и в левом верхнем углу мы видим DRAM память которая используется в кэше в оперативной памяти и магниторезистивная память магниторезистивная сравнима по скорости как вы видите с DRAM но она энергонезависимая то есть если на нее не подавать питание она все равно сохранит данные в отличие от DRAM если перейти к цифрам не просто к табличкам которые можно растягивать сжимать и по-своему интерпретировать казалось бы на AllFlash системах где используются SSD диски принято считать что нормальный response time около 1 мс но на самом деле при записи на NAND память которая используется в SSD дисках задятка на запись физически составляет не меньше чем полторы миллисекунды от полутора до пяти причем полторы это скорее всего на тех дисках которые только что пришли с завода на которых никаких данных нет и запись происходит в одно действие если там данные уже есть то чтобы записать на них новые данные нужно сначала старые прочитать стереть за уже записанные данные и записать новые то есть это три действия вместо одного поэтому задержка на запись на используемых дисках возрастает чуть ли не до пяти миллисекунд конечно таких задержек на нормальных системах хранения вы не увидите как раз за счет использования кэша за счет использования каких-то алгоритмов которые могут сгладить такие большие задержки и как вы видите на других типах памяти время отклика не то что в несколько раз а на порядке ниже в частности на DRAM это как раз память которая в кэше используется до 30 наносекунд и в сторож класс мемори ну в тысячу раз больше но тем не менее все равно заметно ниже чем на на памяти это 20-40 метров секунд что касается наших новых флешкор модулей эта технология на самом деле начала развиваться достаточно давно она использовалась еще в 900-х флеш-системах которые были с такими не очень удобными длинными модулями которые больше ни в какие полки не влезали после этого были разработаны флешкор модули которые по размеру соответствуют обычным дискам 2,5 дюймовым и сейчас у нас вышло второе поколение вот этих 2,5 дюймовых флешкор модулей во-первых появились флешкор модули объемом 38 терабайт физической полезной емкости то есть в одну двухюнитовую полку можно запихнуть полтора терабайта физической флеш-емкости если использовать сжатие то еще больше такие объемы в общем-то внушительные позволяют практически любые данные на них хранить вторая особенность флешкор модулей это особенно второго поколения потому что на первом такого еще не было это переформатированные ячейки памяти изначально с завода вам приезжают все диски отформатированные в SLC Single Layer Cell и как вы знаете они на запись работают намного быстрее чем эти плотные ячейки Triple Cell Quad Cell и так далее и благодаря алгоритмам сохранения распределения записей по ячейкам мы достигаем на флешкор модулях параметра DWPD это количество циклов перезаписи в день чтобы диск проработал хотя бы 5 лет без сбоев до 2 раз а при использовании компрессии и того выше ну и плюс они работают теперь быстрее чем модули первого поколения и на них применяются все те технологии которые были на флешкор модулях первого поколения это онлайн компрессия которая не отключается работает всегда и не оказывает влияние на производительность потому что как мы уже обсудили флешкор модуль это по сути маленькая такая хранилка в которой есть и процессор и кэш и она занимается компрессией и на следующем слайде вот небольшая схемка того как внутри устроен флешкор модуль в нем есть большой контроллер с FPGA чипом FPGA обладает очень большой производительностью и заточен как раз на решении задач для распределения данных по флешкор модулю то есть он и сжимает данные и защищает во флешкор модулях кстати до 25% ячеек используется как резервная емкость и если одна из настоящих рабочих ячеек выходит из строя то флешкор модуль переформатируется на эту резервную емкость и в отличие от обычного SSD не выходит из строя а продолжает работать в нем просто остается меньше резервной емкости и как вы видите почти 20 гигабайт памяти в каждом диске магниторезистивной то есть она работает почти так же быстро как и оперативная память в DRAM но при этом энергонезависимая то есть не нужно заботиться о том чтобы сохранять данные при отключении питания действительно флешкор модуль это такая маленькая SHD внутри большой флеш-системы и такие технологии применяются только в флешкор модулях только в системах IBM теперь немножко по поводу того как же там используется переформатированная память и откуда там взялся SLC когда к вам система приходит с завода до того момента пока вы ее не заполните где-то на 20% у вас все ячейки переформатированы в память SLC и работают со скоростью Single Layer Cell соответственно отклик на запись значительно выше чем у похожих дисков и как только вы ее начинаете уже полноценно заполнять данными больше 20% и вплоть до 80% часть ячеек начинает переформатироваться из SLC в QLC для обеспечения большего объема и внутри этого каждого модуля включается некий аналог easy-тиринга то есть он перемещает наиболее часто используемые наиболее записываемые участки памяти на SLC на них оставляет а более архивные те данные которые реже используются перемещает на QLC их скорее всего будет больше по объему то есть опять же получается что у нас Flash Core Module это такая маленькая система хранения со своим даже тирингом и вплоть до заполнения 80% ячеек у вас будут оставаться SLC ячейки на которые будут помещаться самые востребованные данные после 80% уже все ячейки будут переформатированы в QLC но это скорее всего уже будет значить что вам нужно докупать емкость потому что систему хранения на 100% заполнять это занятие довольно опасное какие преимущества нам дает Flash System это единая универсальная платформа от самых младших моделей до самых старших единое программное обеспечение с которым вы один раз познакомившись уже будете понимать как вся линейка устроена и работает это универсальность масштабируемость возможность использования Storage Class Memory NVMe дисков классических SSD и даже обычных жестких дисков в полках расширения это умный easy-tiering это уникальные Flash Core модули о которых я сейчас рассказывал и SCM как полноценный уровень хранения и кэширования на самом деле зачастую мы считали и емкость Flash Core модулей физическая конечно получается немножко дороже чем обычных SSD потому что в них используется больше всяких технологий контроллеры FPGA чипы больше резервной памяти и так далее но почти во всех случаях мы достигаем около коэффициента компрессии около 2 к 1 то есть емкости на самом деле на Flash Core модулях получается эффективной в два раза больше чем физической это актуально для баз данных для виртуальных сред и получается что несмотря на то что они физически стоят немножко дороже чем SSD диски в итоге с сжатием они получаются дешевле то есть это как раз помогает нам делать Flash системы экономичнее чем классические решения на SSD дисках и резервная емкость на Flash Core модулях делает их надежнее а с использованием например технологии гиперслоп которая делает метрок кластер между двумя Flash системами мы можем достичь отказоустойчивости чуть ли не стопроцентным опять же повторюсь что у нас унифицированное семейство с возможностью использования NVMe вплоть от дисков до серверов уникальных Flash Core модулей с аппаратной компрессией опять же она не отключаемая она не влияет на производительность она всегда работает полноценный уровень хранения SCN возможность использования также с сжатием данных дедупликации на всех подключенных ресурсах хранения то есть и на внешних системах и на SAS дисках которые не поддерживают аппаратную компрессию или на NVMe SSD которые тоже ее не поддерживают это преемственность поколений то есть если у вас уже есть система Storewise вы можете ее подключить к системе Flash System и работать на кластеризованной системе уже более мощной это набор гарантий Flash Watch как раз то о чем я говорил что 2 к 1 коэффициент компрессии и мы его можем гарантировать у нас есть ПО которое называется компрессиматор его можно поставить запустить и оно оценит уровень сжимаемости ваших текущих данных и при определенных условиях мы можем подписать гарантийное письмо что именно такой уровень компрессии вы сможете достичь при использовании наших Flash System а если нет то мы компенсируем разницу также у нас есть большой набор программных продуктов с которыми наша система хранения взаимодействует интегрируется и прекрасно работает изойденная производительность и все новые технологии такие как облака контейнеры все остальное хотелось бы пару слов еще сказать о ПО мониторинга для наших систем хранения долгое время таким полноценным ПО мониторинга у нас был Tivoli Productivity Center который впоследствии стал называться Spectrum Control это клиент серверная архитектура то есть у нас есть сервер Spectrum Control клиентами для него являются SHD то есть они передают на него свои параметры производительности емкости и вы можете дальше подключаться к нему и анализировать все вплоть до производительности отдельных дисков и портов какие задержки на каждом отдельном физическом диске сколько кэш-памяти используется и так далее очень удобная система мы ее зачастую используем для обнаружения каких-то узких мест в инфраструктуре то есть когда видим что что-то работает медленно и хотим понять на уровне SHD это или нет и если на уровне SHD то где на уровне дисков кэша портов и так далее это очень удобно и недавно у нас появилась некая альтернатива Spectrum Control это Storage Insights он внешне выглядит очень похоже на Spectrum Control и если вы с последним работали то быстро поймете как работать со Storage Insights его преимущество в том что он облачный и в любой момент если вам будет необходимо мы сможем подключиться к Storage Insights посмотреть текущую производительность ваших систем подсказать помочь как-нибудь оптимизировать работу вашей системы понять есть ли где-то узкое место наши сервисные специалисты могут подключиться и сразу увидеть не дожидаясь сбора логов системы как она себя чувствует но даже если на ней что-то сломалось Storage Insights позволяет буквально в два клика открыть заявку собрать систему логи то есть не нужно заходить в интерфейс управления системой загружать логи потом их выгружать на Yucureb на сервисный портал это все делается автоматически с помощью Storage Insights буквально в два клика к нему вы можете подключить несколько систем как IBM так и других вендоров и получить вот такую сводную панель по производительности всей вашей инфраструктуры и дальше нажать на какую-нибудь из систем хранения провалиться вглубь и анализировать уже ее более подробно таким образом это упрощает администрирование большой инфраструктуры и упрощает сервисные процедуры и как заведение заявок выброску логов и просмотр сервисными специалистами текущей производительности и состояния вашей СХД такая небольшая презентация получилась если вдруг вас заинтересуют наши системы готов отдельно рассказать более подробнее о каждой модели отдельно можно посвятить большую сессию ПО которая используется на системах хранения спасибо вам за внимание если вдруг какие-то вопросы остались готов на них ответить в Куиндэй много вопросов спасибо Кирилл сейчас в Куиндэй попробуй зачитать или сам зачитай первый вопрос какая примерно разница в проявленности между 9200 и 9150 процентов очень все зависит от нагрузок и внешней обвязки которая будет к этим системам подключена понятное дело что сильно зависит и от самой системы хранения в 9200 используются чуть более мощные процессоры но опять же процессоры могут быть мощные по количеству ядер по тактовой частоте и в зависимости от того какой нагрузкой эти системы грузить процессор даже с большим количеством ядер например может хуже справляться с потоковой нагрузкой например процессор с большей тактовой частотой но с меньшим количеством ядер хуже справляется с многопоточной здесь нужно тестировать сложно сказать в процентах скажем так 9200 чуть мощнее чем 9150 процентах к сожалению не могу сказать это нужно тестировать дальше вопрос по поводу optane и zssd это сильно разные типы памяти они у вас идут в один тип они идут в одном партномере неизвестно что получит заказчик или разное optane и zssd у нас отличаются по партномерам вы заранее всегда знаете какую технологию можем сконфигурировать то есть они и по объему отличаются и по названию и по партномерам естественно optane сильно быстрее чем zssd и особенно на запись поэтому для тех решений где требуется именно полноценное преимущество storage class memory лучше использовать optane но они маленького объема поэтому если не так важно получить максимальную производительность но данных которые требуют чуть повышенной производительности много наверное стоит использовать zssd но любом случае они под разными партномерами и всегда можно заранее узнать какую технологию мы используем они идут в один тир да они считаются одним тиром но на данный момент в каждую систему хранения вашей систем можно поставить до 4 sc модули в будущем разработчики обещают что можно будет поставить больше поэтому особо и не получится их смешать в одном тире потому что 4 модули это и так немного скорее всего все четыре учите одного типа ну думаю не имеет смысл заказывать вот таких два таких дисков в таких объемах которые позволяют достичь flash system далее вопрос емкость модуля fcm ген 2 рассчитывается по суммарной емкости slc и plc если идет интенсивная запись модуль будет все ячейки держать в ссс снижать объем или все равно конвертируется и будет снижать производительность переформатирование происходит фоновом режиме на самом деле там есть достаточно большой запас емкости чтобы успеть ячейки переформатировать диски всегда будут отображаться того физического объема которого позволяет достичь qlc и в случае если интенсивная запись будет идти он будет их превентивно форматировать чтобы успеть все данные уместить на дисках будет до снижаться производительность но до определенных пределов то есть когда все данные можно будет уместить на qlc память производительность выравнивается и будет соответствовать приблизительно той производительности которая была на fcm ген 1 ген 2 за счет slc работает быстрее но даже если придется записать много данных и выполнить переформатирование производительность снизится где-то до уровня fcm ген 1 которые и без того были достаточно быстро снижать объем доступные системы не будет она обязательно запишет все данные и позволит записать их столько сколько заявлено в физической емкости этих дисков с учетом qlc памяти далее вопрос сколько из хд максимально в кластер можно объединить у 5100 у 5100 объединяются 2 а ее группы то есть это четыре контроллера их можно объединить как в кластер для получения общей емкости чтобы они работали параллельно или в гиперсвоп кластер в любом случае это будет две головы 5100 сколько полок можно подключить максимально к 5100 к каждой голове можно подключить 20 полок расширения по сас соответственно к кластеру из двух голов можно подключить 40 полок либо если использовать полки высокой плотности 5-юнитовые по 8 полок на каждую управляющую голову прошу прощения что не сверялся насколько полноценно ответил на каждый вопрос вопросов было довольно много хотел успеть ответить на все поэтому если на какие-то ответил недостаточно детально пожалуйста еще чате пишите на них тоже дать более развернутые ответы и еще один вопрос подключение с хд сторонних производителей возможно только версии сайтс про да правильно по версии storage insights которая бесплатная и поставляется с каждой нашей системы хранения функционал несколько ограничен можно использовать их только с флэш-системами с турвайзами с хд ibm если оформить подписку storage insights pro открывается полный функционал и в том числе подключение в мониторинг с хд дорогих тендер можно ли подключить полки флэш к объем старой с ген-1 дело в том что начиная с второго поколения старой за полки расширения подключаются по с 3 0 а в ген-1 используется с 2 0 поэтому они физически просто несовместимы и полки от flash к старой с ген-1 подключить уже не получится только к старой с ген-2 два с половиной ген-3 ген-1 старой с эта система уже достаточно скажем преклонного возраста она выпускалась если правильно помню с 2011 или 13 года сейчас имеет смысл наверное рассмотреть возможность перехода на более современные системы хранения с помощью которых можно виртуализовать емкость ген-1 и не потерять ее а использовать дальше их может быть тестовых средах в бэкапных задачах и так далее как я вижу вопросов пока больше нет контакты доступны презентации если какие-то вдруг у вас есть вопросы еще появятся готов на них ответить еще раз большое спасибо за приглашение нашей конференции будем спасибо друзья что росли время сегодня подсоединились и не были две очень замечательные интересные презентации запись у меня сохранится а я попрошу тогда выступающих прислать мне свои презентации если там а не знаю там хотите гейфи хотите как еще по другому я их выложу для всех слушателей кто смог принять участие не смог а также запись тоже будет доступно все мы сегодня немножко чуть больше времени потратили чем положено надеюсь через постараемся через две недели сделать еще одну конференцию тоже с интересными темами приходить к нам не забывайте а я буду рассылать приглашение по тем контактам которые мне попросили рассылать если кто-то еще желает чтобы приглашение приходили напрямую к ним в почту шлите мне на почту согласие чтобы я вам стал приглашением спасибо всем хорошего дня берегите себя смотря на все снятия ограничений старайтесь держаться подальше от всяких вирусов и зараз до свидания всего хорошего спасибо до свидания спасибо до свидания